Вопреки злорадным стинаниям бастардов Прочаковской, я все-таки вернулся на родину и продолжаю снимать обзоры оперативных совещаний правительства Республики Башкортостан. Надеюсь, вы тоже соскучились по этому формату. На самом деле очень важно отслеживать, насколько свихнулась наша власть. Важно это настолько, что важнее, наверное, даже того, насколько она нас обкрадывает, эта самая власть. Потому что с сумасшедшими и неуравновешенными нужно вести себя очень аккуратно и понимать, в какой момент нужно от нее, от этой власти отскочить подальше, чтобы сохранить свою жизнь, достоинство и благосостояние. Минувшее оперативное совещание в правительстве не только было перенесено с понедельника на вторник из-за великого праздника, о котором мы раньше ничего, в общем-то, и не знали, но еще и была отсрочена на два часа и началась необычайно поздно. Хабиров объяснил это тем, что он был вынужден присутствовать на очередных похоронах участника специальной военной операции. Когда Радий Фаритович об этом сообщал, выглядел он мрачным, его, конечно же, можно понять. Сначала агитируешь и формируешь бесконечные добробаты, а потом под траурную музыку смотришь в глаза молодых вдов и еще не старых матерей. Тут нужно иметь либо железную волю, либо нулевую совесть. Вообще, вступление в оперативное совещание в этот раз было необычайно огромным. Оно заняло 50% времени всего совещания. Хабиров был многословен. Ну, как я всегда говорю, там, если будет возможность больше, надо помогать. Пусть они себя укрепят за это время. Вот. Сейчас они молодцы, и рынок открывается, потому что западные производители ушли. Вот этот рынок надо занимать, им надо помочь в этом, чтобы они вышли на высокотехнологичное оборудование, качественное сырье могли закупать, ну и, соответственно, учились производить. Спасибо им всем большое, конечно. Описывая минувшее 12 июня, Хабиров назвал его тройным праздником. Ну, во-первых, день города Уфы, во-вторых, день рождения Салавата Юлаева, ну и, в-третьих, день России. Вчера, 12 июня, уважаемые коллеги, такой тройной у нас праздник был. У нас и день России мы ответили, день города Уфы отметили. В 269-е годовсе на рождение Салавата Юлаева. В общем, у нас большой светлый праздник. Конечно же, ереванская родня Радия Фаритовича не могла не сделать подарка горожанам, и за очередной миллиард рублей жители Уфы получили новую плитку в парке нефтехимиков, какую-то нелепую арку, которая стоит без всякого ограждения и продолжения забором. В общем, вот это вот все с пестренькой плиточкой перед аркой. Хабиров, впрочем, сообщил, что паркостроение на этом, конечно же, не заканчивается. Он и дальше намерен осваивать бюджетные миллиарды на максимально выгодных условиях, отыскивать новые парковые объекты для освоения, ну, по его мнению, видимо, бюджета бездонного в Башкирии. Интересно, вот мне лично интересно, что случится раньше. Кончатся деньги в бюджете или кончатся неосвоенные, неотремонтированные парки в республике Башкортостан? Что-то, мне кажется, подсказывает, что первыми закончатся деньги. У нас вот мы восстановили нефтехимиков один в один, вот, по чертежам. Значит, сейчас мы восстанавливаем такую же входную группу в парк Аксакова. Поэтому там, где это было, надо к этому возвращаться. Очень красиво, на мой взгляд. Вообще, практически вся оперативка в этот раз была посвящена паркам, скверам и вот этой любимой теме Хабирова. Абсолютно для меня уже никакого сомнения нет в том, что именно строение парков, скверов и всевозможных, значит, клумбочек стало излюбленным делом Радио Фаритовича и, скорее всего, основным его бизнесом. Впрочем, поговорили о мелочах. Хабиров распорядился увеличить в рублевом эквиваленте премию для средств массовой информации. Причем называется эта премия «За достоверность, ответственность и мужество». Значит, что я на что обращу внимание, одно из решений какое было. Ну, мы приняли решение, во-первых, нашим сотрудникам немного зарплату поднять, так, Лиза Клановна с вами проговорили, прошу это отработать. Значит, мы приняли решение увеличить размер премии Шагет Худайбердиан до 500 тысяч рублей. И важно, что мы учредили 20 журналистских премий главы республики. Надо по сумме принять, вместе проговорите. Тоже хорошее, чтобы премия была за достоверность, ответственность и мужество. Выдавать эту премию в рублях будут государственным СМИ Башкортостана. И Хабиров отметил, что только государственные СМИ Башкортостана сейчас несут правдивую информацию. А все остальное, как он выразился, это потоки лжи. Вот, как говорится, и точка. В целом, Хабиров охарактеризовал минувшую неделю как «неделя огонь». Вот именно так он и выразился. Да, вообще, прошлая неделя она была «огонь», как говорится, да? Он имел в виду вовсе не волну пожаров на нефтехранилищах и в жилых помещениях, которая прокатилась по республике Башкортостан, а, оказывается, он имел в виду визит главы агентства стратегических инициатив, гражданки Чупшевой, которая приехала в республику Башкортостан. Ей изо всех сил пели и плясали всем составом ЦУРа республики Башкортостан, опять ей показывали, значит, чак-чак и лисьи шапки. В общем, все было как нужно, с единственным стремлением и в единственном порыве все-таки понравится Чупшеву и понравится Кремлю. Вот такой вот у Хабирова был огонь на прошлой неделе. Нехотя поговорили о ситуации в ЖКХ на дорогах ИЧС. Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Юрий Палтусов доложил о том, что в жилищно-коммунальном хозяйстве республики все великолепно и коммунальные ресурсы аварийно отключались за минувшие 8 дней всего лишь один раз. Ну, так он утверждает. Еще Юрий Палтусов рассказал, что 467 тысяч жителей республики Башкортостан на прошедшей неделе были привлечены к субботникам, то есть почти полмиллиона способных приносить пользу обществу человек, причем приносить пользу по специальности, были вынуждены принимать участие в субботниках вместо того, чтобы исполнять свои обязанности и свою работу делать по месту службы. В республике продолжается проведение субботников видней чистоты. С начала весны собрано и вывезено более 8 тысяч тонн мусора. Участие в мероприятии приняли 467 тысяч человек. И только 3060 дворников делали это по службе, как говорится. Вот такое нерациональное расходование трудовых ресурсов почему-то в Башкортостане считается заслугой и достижением. При этом Юрий Палтусов почему-то не сообщил о том, что Министерство жилищно-коммунального хозяйства, как нам стало известно, в последнее время ведет неустанную и плодотворную работу по документальному обоснованию существенного повышения платы за отопление в следующем сезоне. Ну, наверное, Юрий Палтусов постеснялся пока об этом говорить. И осенью для жителей Башкортостана будет приятный сюрприз. Судя по всему, значительный процент состава правительства Республики Башкортостан находится в отпусках, потому что доклады делали в основном заместители министров. Вот и по Министерству транспорта и дорожного строительства докладывал тоже заместитель министра Руслан Гарипов. Он сообщил, что количество ДТП в Республике Башкортостан за аналогичный период прошлого года в соотношении к периоду этого года превысило прошлогодний показатель на 89 ДТП. Это тревожная информация и говорит о том, что ситуацию с дорожно-транспортными происшествиями и качеством дорожного полотна в Республике пока выправить не получается. С начала года произошло 1323 ДТП, что на 89 происшествий больше или на 7,2% чем в прошлом году. Упомянул Руслан Гарипов и ямочный ремонт. Вот здесь уже совсем все горячо становится. Напомню, что к 15 июня буквально через пару дней ямочный ремонт в некоторых городах и населенных пунктах Республики должен быть закончен. При этом, ну, визуально это совсем не так. Причем Руслан Гарипов сообщил, что проинспектировано 93% дорог и устранено на данный момент 78% выявленных дефектов. Ну, даже если верить господину Гарипову и даже если предполагать, что выявлены все дорожные дефекты, то 78% это маловато. 22% на оставшиеся два дня это могут не успеть. Особенно плохо с ямочным ремонтом дела идут на дорогах местного. значения. На них устранено только 58% выявленных дефектов. Интересно будет посмотреть, как господин Хабиров будет реагировать вот на подобное положение дел в ямочном ремонте. Но что-то мне подсказывает, что он теперь уже не склонен говорить о каких-то промахах и неудачах своей команды. И думаю, что этот вопрос будет просто опущен и забыт. Остаток оперативного совещания, уже не скрывая заинтересованности, обсуждали любимую тему – благоустройство за бюджетный счет. Все тот же Юрий Палтусов сделал доклад о реализации программы «Башкирские дворики». В 2023 году благоустраивается 206 дворовых территорий на сумму 1,272,000,000. Я посчитал, в среднем каждый дворик обходится в 6,174,000 рублей. На данный момент готовность объектов уже 40%. Стопроцентную готовность Юрий Палтусов обещает к 30 августа. Еще 2,3 млрд. рублей освоят на благоустройстве 123 общественных пространств. В рамках реализации федерального проекта формирования комфортной городской среды мы приступили к благоустройству 123 общественных территорий во всех муниципальных образованиях. Завершение шести конкурсных проектов победителей, начатых в прошлом году. И реализация пяти проектов победителей конкурса 2022 года. Вот это и есть та самая золотая жила Хабирова. 18 миллионов 700 тысяч рублей на каждое общественное пространство получается в среднем. Вот это та самая золотая жила, которая уже освоена, по словам Палтусова, на 21%. Юрий Палтусов угрожает нам тем, что в 2024 году будут благоустроены еще 123 объекта. И Палтусов утверждает, что их выбрали именно жители городов и сел. Ну, видимо, особенно это касается города Стерель-Тамака, где жители единодушно выбрали парк имени Кирова для благоустройства. Самый благоустроенный, самый благополучный парк Стерель-Тамака благоустроит на какую-нибудь астрономическую сумму во благо все тех же родственников Радия Хабирова со склонов Арарата. Ну, это мое предположение. Посмотрим, как все пойдет. Однако Палтусов гордо заявил, что рисков неосвоения вот этих всех миллиардов на данный момент он не видит. Рисков по данному направлению не имеется. То есть доложил дорогому Радию Фаритовичу о том, что бизнес идет прекрасно, процветает и будет продолжаться и впредь. Далее мэр Уфы Ратмир Рафилович Мавлиев сообщил нам о ходе выполнения работ по содержанию и уборке все тех же парков и скверов, расположенных в городе Уфе. Хабиров, предваряя этот доклад, отметил, что львиная часть его паркового бизнеса расположена в Уфе. И потому ему очень интересно, как обстоят дела на вторичном этапе этого бизнеса, а именно на освоение бюджетных средств за счет содержания парков и скверов. Я сознательно поставил этот вопрос, потому что объективно самое большое количество средств мы сейчас уделяем паркам Уфы, поэтому я просил город Уфу, чтобы они содержали то, что сделано, и в порядке содержали. Ратмир Рафилович, пожалуйста. Мавлиев гордо заявил, что в Уфе 99 общественных пространств. Из них 13 парков, 44 сквера, 3 бульвара, 3 сада и 37 улиц с газонами и цветниками. Даже странно, что Мавлиев не пересчитал все места, где произрастают лопухи и одуванчики, на них ведь тоже можно было получить бюджетное финансирование. Общая площадь всего этого великолепия составляет 5 миллионов квадратных метров, по заявлению Мавлиева. Впрочем, 4 миллиона из этих 5 это газоны, которые, кстати говоря, оснащены всего лишь 16 системами полива. Еще в распоряжении Мавлиевы имеется 26 фонтанов и 56 памятников. При этом прозвучали довольно странные цифры. Вот я бы на месте Ради Фаритовича не пускал Мавлиева в эфир оперативок, потому что, создавая иллюзию заботы и неустанного труда, Хабиров напарывается вот на таких вот подчиненных, которые выходят на сцену и все портят. Я говорю о том, что Мавлиев озвучил количество людей, которые задействованы в обслуживании всего вот этого паркового хозяйства. По словам мэра Уфы, МУП «Горзеленхоз» – это 535 сотрудников и 125 единиц техники. Ну, вроде звучит достаточно угрожающе. При этом муниципально-унитарное предприятие «Уфа-парк», которое обслуживает самые крупные парки – Кашкадан, Первомайский, Демский, Гафури и Нефтехимиков, вот все вот эти 5 парков обслуживает МУП «Уфа-парк». Так вот, штат этого МУПа составляет всего 30 человек. По словам Мавлиева, так он сообщил нам в прямом эфире. Кашкадан, Гафури, Первомайский, Нефтехимиков и Демский. Численность работников – 30 человек. То есть 30 человек, включая директоров, бухгалтеров, водителей, уборщиц и так далее. Кто же там трудится в этих вот гигантских парках? Совершенно непонятно. Вот тут Мавлиев, как говорится, спалился, потому что вот этот парковый схематоз подразумевает привлечение неких, ну, аутсорсинговых компаний, вот на которых, собственно, все деньги отмываются. 30 человек, обслуживающие 5 гигантских парков. Как это работает? Непонятно. В общем, ради Фаридовича надо быть поосторожнее с выступлениями вот этого юного дарования на электросамокате или давать ему какой-то заранее написанный текст. Впрочем, Мавлиев дальше продолжал докладывать и сообщил нам, что в 2023 году он высадит полтора миллиона однолетних цветов и еще 80 тысяч многолетних растений. В рамках озеленения обслуживания объектов в 2023 году запланирована высадка более полутора миллионов штук однолетних цветов, а также более 84 тысяч штук многолетних цветов и кустарных. Ну, вот это вот заявление, вот эти планы, которые стоят, кстати, огромные миллионы рублей. Так вот, это заявление очень похоже на ту самую знаменитую аферу сицилийской мафии в городе Нью-Йорке. В середине 20 века много лет подряд мафиози получали подряды на некое укрепление бухты Нью-Йорка. То есть, согласно документации, Манхэттенскую бухту постоянно укрепляли бетоном, чтобы, не дай бог, что-нибудь не случилось. Много лет подряд гигантские миллионы денег тратились на это все, а потом выяснилось, что не делалось на самом деле ничего. Просто мафия крала эти деньги из бюджета, ну, естественно, в сговоре с местными чиновниками. То вот высадка вот этих вот полутора миллионов одноразовых цветочков мне напоминает историю с бетонированием Нью-Йоркской бухты. Далее господин Мавлиев сообщил нам вообще важные цифры. Оказывается, в Уфе на данный момент насчитывается 1772 скамейки и 1457 урн. Ну, как оценить эти цифры? Ежедневно сотрудники предприятия ведут очистку, ремонт, покраску скамеек, урн, ограждение элементов детского оборудования. Всего в парках города Уфы расположено более 1700 скамейки, более 1400 урн. Я думаю, что нужно разделить на количество жителей. Давайте делить на эмпирический миллион. Если соотнести количество скамеек и урн с количеством жителей в Уфе, получается, что каждый житель Уфы может в день, в световой день, по крайней мере, сидеть на скамейке всего одну минуту. Дольше не получится. Надо будет уступить место следующему. Ну, и, соответственно, с урнами ситуация такая. На каждого жителя Уфы приходится, внимание, полтора кубических сантиметра пространства урны для того, чтобы выбросить какой-нибудь мусор. Вот такое вот обеспечение скамейками и урнами у нас в Уфе. И почему-то Мавлиев считает это вполне достаточным и даже неким достижением. Хабиров с нескрываемым удовольствием выслушал благодарности Мавлиева за возможность регулярно осваивать бюджет на содержание парков и скверов. Отдельно Радий Фаритович сообщил, что паркобесия – это не только его бизнес, но и способ воспитания населения. Мы же воспитываем таким самым образом людей. Да-да, именно с помощью парков и скверов Радий Фаритович задумал изменить менталитет людишек, вот этих ничтожных людишек, населявших республику Башкортостан, до его прихода к власти. Он сделает их умнее, культурнее и чистоплотнее при помощи парков и скверов. Хабиров в подтверждение своих намерений процитировал единое мнение гостей, навещающих его в Уфе. Эти гости ему неизменно сообщают, что Уфа, цитирую, «невероятно красивый и чистый город». Ну, очень же много гостей было, очень много гостей. У меня же календоскоп в голове просто вот не прекращается. Первое, что мне сразу, вот они сходу говорят, вот что очень приятно, что Уфа – невероятно очень чистый, красивый город. Тут, как говорится, и точка. Бизнес Хабирова и его команда не стоят на месте. Они постоянно ищут новые точки приложения, новые направления. И вот, видимо, одним из этих предполагаемых направлений был ремонт въездных стел в муниципалитеты Республики Башкортостан. Только этим я могу объяснить то, что на целом совещании правительства Республики Башкортостан Хабиров потребовал доклада вице-премьера Морзаева о состоянии въездных стел в муниципалитеты Республики Башкортостан. Уважаемый комитет, я давал как-то поручение по состоянию наших стел въездных в муниципалитеты. Алан Викторович, вы там скажете, да? Так точно. Пожалуйста. Звучит грандиозно, но на самом деле речь идет об этих вот значках, которые стоят перед каждым городом или населенным пунктом, где написано там «Добро пожаловать в Мелиузовский район». Вот за этим стали наблюдать. Алан Викторович, как обычно, дельно и детально доложил ситуацию в этой сфере. В Республике Башкортостан, по утверждению вице-премьера правительства, на данный момент 252 стелы на границах муниципальных образований. Из них 222 уже приведены в надлежащее состояние, и 30 находятся в ненадлежащем состоянии и ждут своей участи. К 1 августа 2023 года еще 11 стел будут восстановлены. Оставшиеся 15 стел не подлежат ремонту, и требуется их замена. Причем замена этих знаков дорожных, которые на самом деле не являются частью регулирования дорожного движения, как утверждает Морзаев. Так вот, замена этого всего на новое обойдется от 500 тысяч до 3 миллионов за единицу. Выслушав этот доклад, Хабиров понял, что стелы – это не бизнес, и заявил, что вообще правительству неправильно этим заниматься, причем стало шуметь и топать ножками. И вообще это дело муниципалитетов, и вообще это не масштаб главы региона. Ну, вообще это работа муниципалитетов, конечно. Это неправильно, что вот мы сейчас сидим здесь, в республике, уважаемые главы муниципалитетов, ваши стелы обсуждаем. Это что, трудно, что ли, выйти? Даже вот, значит, Белебеевский район, приютов, это новая стелла была, я вот по знакам, это новая стелла, которую мы установили, по-моему, 2000 в период переписи, я помню, мы устанавливали ее. Вот она в таком безобразном состоянии. Ну, естественно, копейки же, по 500 тысяч на каждом объекте, да еще сколько там нужно на краску потратить. Это же не лиственницу для Кашкадана или колонны для парка нефтехимиков воздвигать. В общем, Морзаев тут же согласился с авторитетным мнением главы республики, заявил, что, ну, действительно, не по сеньке шапка, и пускай муниципалитеты сами этим занимаются. Хабиров пригрозил наказать тех, кто сам не решит эту проблему, поручил создать очередной красочный альбомчик, которым он пригрозил всем нерадивым главам районов и регионов. Но, впрочем, мы же помним, что ни разу еще этот красочный альбомчик никому не был показан, и это является каким-то дежурным жупелом. Прямо красочный альбом, и, значит, вот без разговоров, значит, будем выводить сюда в прямом, вот прям показывать фотографии, и глава будет отвечать, почему вот такая у него безобразная стела. Вы давайте заканчивайте, 500 тысяч, что не может район найти, что ли, сделать? Это что, на каждый пустяк и на каждый чих мне нужно там, значит, здесь ковыряться в бюджет и искать вам вещи? Субтитры подогнал «Симон»